здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня в гостях серёжа канал окопов друзья всем привет у нас сегодня большой праздник мы сегодня готовим блюдо по рецепту настоящего блогера который знает кавказскую кухню до лишь мне очень понравилось в костроме вот я к тебе опять приехал чтобы опять показать тебе новый рецепт кавказского блюда и сегодня я тебе хочу показать и приготовить соус по-армянски суп солом у многих сразу ассоциация соус это соус но это со в данном случае это суп почему-то называется через букву с на конце но мы делали грузинский соус здесь мясо здесь именно он называется соус хорошо что нам для этого потребует для этого нам потребуется конечно же хороший кусок говядины который мы варим с караванда уже где-то килограмм там килограмм с копейками я уже порезал на куски и вместе с ручком отправил кастрюлю и добавил туда пару литров воды но она будет шипеть пока мы будем заниматься всем остальным она будет потихонечку шипеть поэтому вы внимание не обращайте мы делаем бульон вот для этого нам еще понадобится лук лука картошка который мы уже почистили по 8 средних картошек нам еще понадобится у нас будет сегодня соус запеченными овощи тут баклажаны помидоры армянские да вот еще я хочу сказать что армяне на зиму обычно запасаются запекают овощи на мангале и закрывает все это в баночке я знаю у меня рядом армянский магазин и ты в нем брал эти вещи да и вот кто у кого это таких баночек нету дома заходите друзья в любой армянский магазин там где армянские товары и там везде продаются эти баночки запеченными овощами еще нам конечно же понадобится зелень и лёшко и петрушка главное это базилик у нас называется реган вот кинза и друзья конечно же добавляйте зелень какая вам нравится есть люди которые не едят кинзу как бы но по правильному это кинза и базилик растительное масло и томатная паста ты знаешь наверное уже что на кавказе в армении любят готовить на сливочном масле на топленом масле и сегодня мы с тобой будем готовить вместе и на подсолнечном и на сливочном так будет вкуснее тогда мы сейчас снимаем заставочку с продуктами и потихоньку начинаем нарезать и готовить уже дальше все продукты заставка до нарезал лук и лишь смотри самая главная фишка в этом люди что картошка вот на вот такие вот кусочки я сразу в казан да и на масле на каком так смотри первым делом и сейчас обжариваем лук до полупрозрачности на чем ну добавляем сначала масло на оливковое сливочное и подсолнечное масло сливочное масло сливочное масло все равно дает свой вкус Так, ну что, все обжариваем, все красиво, давай картошечку, кладем картошку, аккуратно и все, теперь поджариваем лучок вместе с картошкой, от говядины идет вот такой аромат, все варится, в следующем, после того как мы обжарили, в следующем закладываем, в следующем этапе мы закладываем мясо, то есть мы сейчас делаем небольшую рекламную паузу, делаем заставочку и ждем, когда мясо окончательно сладит. Теперь нам надо добавить томатную пасту, пару ложек, ну и смотрим по цвету, а ты можешь добавить паприк, вкладывай все, и попробуй нормально как раз, и посоли. Паприка. Теперь это нам все хорошо перемешать. Так, у нас сварился бульон, немного прогреет, да? Сейчас чуть-чуть томатная паста прогреется и выкладываем сюда мясо сверху. А уже-то вкусно пахнет. Правильно прожаренным луком, картошкой, все, все красиво. И мясо пахнет. Сейчас мы положим мясо, зальем сюда бульона и минут 20 это протушим. Наливай, наливай, пока хватит. Ну что, прошло у нас 20 минут, открывай, теперь закладываем печеные овощи. Как видишь, у нас супчик получается густой, какой и должен быть. Если хочется, чтобы был более жидкий, вот для этого мы оставили бульон. В общем, друзья, это блюдо домашнее, готовите так, как вам это нравится. Главное, чтобы ингредиенты все были на месте. Теперь это надо хорошо перемешать. Давай, бульон, бульон. Ее оставляйте. Хватит, хватит, хватит. Конечно, хватит. Во. Смотри, какой у нас получается густой. Супер. И, Леш, добавляем сюда зелень. Все уже порезал мелко. Там у нас чуть-чуть кинзы, чуть-чуть базилика и немного укропа. Я думаю, петрушку можно. Все, я уже говорил, зелень добавляется та, которая вам нравится. Базилик придав. Базилик дает немножко неповторимый вкус. Итальянский. Никакая зелень этот вкус не даст. Да. А вот здесь я знаю, что есть люди, которые не очень любят кинзу, ну, добавьте петрушку. Добавьте тогда кариандр. Зеленый. Мне нравится кинза, добавьте кариандр. Хорошо. Ну-ка, а кариандр можно? Можно. Леш. У меня подписчики. Понюхай запах. Как тебе уже пахнет. Да идет уже. Все, а теперь чуть-чуть прикрываем. И минут 15 пускай тушится. На мелком, наверное. На мелком. А можно даже и 20. Главное, чтобы не насильно крупно. Все. Ну все, сколько? 20 минут прошло. Все готово. Все кипит. Выключай. Выключай. Выглядит по-кавказски. Красиво? Да. Наклад. Ты мне довелишь? Да, конечно. Давай тогда твою тарелку. Я же у тебя в гостях. С учетом того, что мы еще с тобой снимем. Ну, уже очень кушать хочется. Запахи-то какие идут. Мясо. Все, погнали. Побежать и тестировать. Побежать. Уfires. Космайзон. Да. Требет. Валя. Требет. Валя. 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 Он должен ум. Маме. Валя. Упереди. слушай пока пока слова снимает заставки которые мы должны показать нашим подписчикам пока все это дело можно с ума свете таких лишь я тебе хочу сказать теперь ты понимаешь почему он называется соус густой вкус и очень-очень такой это очень густой суп вот я хочу чтобы ты его попробовал вот те кусочек а как я хочу лаваша я сам злода умер уже запахи стоят на всю округу я сейчас ничего не буду говорить я хочу чтобы ты это сказал скажи как говори вот мама джор хочется сразу говорить по кавказски а как раз наоборот уже ничего не могу говорить ну да ну как говорим значит кавказское блюдо овощное не вкусно она понятно что вкусно я бы здесь не стал я даже не сомневаюсь серьезно что вкусно все отлично мясное овощное в меру острая я бы добавил еще можно чуть-чуть острого можно добавить ну или за чили можно добавить просто острый перчик да и все и это послушает не будет прямо бомба выпуск состоялся огромный еще хочу добавить друзья это обычное повседневное блюдо которое готовится как правило обычно на обед я вам очень рекомендую приготовьте порадуйте своих родных и близких и вам все за это блюдо скажут спасибо а мы на этой прекрасной ноте перейдем ко второму супу который будет у нас сейчас вот мы поедим ребят накормим и начнем варить второй суп смотрите выпуск переходите по ссылочке внизу на канал сереже и если вы смотрите это на канале сереже значит переходите также приходите на канал шеф шаров ссылочка как всегда вот там вот внизу здесь много мяса а здесь много супов и в общем в долгу мы не останемся еще будет много всего интересного спасибо всем пока держите вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok